То, о чем вы утверждаете, Анатолий Олегович, оно имеет место быть. И сегодня корневая система, как физическое развитие ребенка, занимает одно из важнейших мест на самом деле. И как вот нам сегодня вновь попытаться вернуть, вернее, оторвать наших детей от этих гаджетов, с которыми они безудержно сидят и залипают, да, что называется, и вернуть все-таки, погрузить их в ту среду, которая для них будет очень актуальна в жизни. Сергей Сергеевич, вот смотрите, я не соглашусь с вами, что сейчас мало физической культуры. Ее вообще нет. Даже так, да? Ее нет. Приукрасил слишком. По факту-то есть, Анатолий Олегович, по факту есть, по содержанию нет. Для Юра есть, де-факто нету. Потому что то, что происходит на уроке физической культуры, это называется массовый спорт. Массовый, любительский. Но к культуре это не имеет никакого отношения. Это не культура. Это ошметки спорта, понимаете? Просто когда я был маленьким, да, и вы там тоже, мы на переменах играли в игры. Вот это была физическая культура. Абсолютно, да. Вот это была физическая культура, и что-то нам давали. А теперь смотрите, нам на уроках физкультуры у нас были козлы, у нас был конь, у нас были брусья, у нас были канаты. То есть это профессиональные, ну то есть инструменты для спорта. И когда мы начали физической культурой, на соревнованиях между школами присутствовали директора спортивных школ, которые подбирали кадры для школы Олимпийского резерва. Это была системная тема, которая поднимала спорт профессиональный на государственный уровень. Это лифт был, понимаете? Сейчас все коммерциализировано. Мы потеряли и корневую культуру, и потеряли вот этот социальный лифт. Теперь только деньги родителей решают уровень профессионализма ребенка. Готов платить за выезды соревнования? Есть. Не готов? Нету. Просто у меня родственник выигрывал на России фехтование. Выйти на мир у него денег уже не хватило. И в фонды не мог никуда обратиться. И талантливый поехал второго места, понимаете? Кто такой, родители богатые были, кто второе место занимал? Он поехал на мир. Вот и все, все просто. А раньше была государственная поддержка, школа Олимпийского резерва и так далее. Система была другая. Теперь смотрите по поводу, чего сейчас происходит. Давайте разделим, что такое преподаватель, тренер, учитель, наставник, педагог. Это разные все роли. Это не одно и то же. И функционал разный. Надо определиться, кто такой тренер. И чем тренер отличается от инструктора. Кто такой инструктор? Я когда на заводе работал, мы заполняли инструктаж по технике безопасности. Это инструктор, который даешь инструкции на каждую конкретную вещь. Это инструктор. Он тебе дает инструкции. Даже не обязательно он их составляет. Он их дает. Инструктор. Тренер. Это который тренирует функционал. Понимаете? Между инструктором и тренером. Поймите разницу, к кому вы идете, когда вы идете в секцию. К инструктору или к тренеру. Это я даже вам ничего не меняю. Я просто хочу, чтобы вы разобрались в терминологии. А теперь преподаватель. Это кто вообще? Который преподает. Предмет. Правильно? Он его дает. Преподает. Преподаватель. Теперь кто такой педагог? Педагог это который как преподает. То есть он занимается воспитанием. То есть преподает нормы поведения. Педагог. Педагогика. Преподаватель может быть педагогом. А может не быть педагогом. Так Владимир Петрович? Понимаете? Это разные вещи. Мне преподавали педагогику. Мне не преподавали преподавание. То есть как профессионально вести ребенка. Возрастная педагогика. А теперь кто такой учитель? Учитель это который дает учение, знания, то есть смыслы. Христа всегда называли учителем. Его не называли преподавателем. Его не называли наставником. Учителем. Учитель который дает истину. Ну то есть некий путь. Ну солнце. Куда тебе надо идти? Это учитель. Он тебе показывает предмет. А наставник это который тебя учит ходить. Ставит. Надо чтобы сам педагог в голове у себя собрал. Ты что делаешь вообще? Ты про что? И родитель как дает ребенку должен понять. Он куда отдает? Инструктору, тренеру, наставнику, учителю. Кому? Даже ничего не меняя. Разбираясь просто в образах, которые в словах. Вы поймете уже суть что вы хотите. У нас в системе образования все перемешано. Начиная с того, что образование. Это образ, который должен отдаваться тому человеку, который уже сытый. Воспитание прошел. Когда человек сытый, ему говорят, а теперь прими образ. Это профориентация. Образование это профориентация. Чтобы ты выбрал образ, которому ты хочешь соответствовать. Но ты до этого должен быть воспитанным. А теперь вам парадокс советского времени. Дети в какое учреждение ходили от года до семи? Он не до семи даже, а до трех лет. Ясли. Ясли. Что такое ясли? Это детский сад. Нет. Это кормушка для скота. Это христианская тема. В яслиах лежал Христос. Понимаете? Ясли. И получается, что государство светское, не духовное, называет самую первую тему ясли. Откуда вышел Христос? Ясли. Это кормушка для скота. Парадокс. Что, другого слова не нашли? А потом. Детский сад. Что такое сад? Сад это деревья, которые надо выращивать. Сад, но детский. И получается парадокс. Из яслей, из кормушки скота, выращивали детей до системы образования. До школы. Это в образы было встроено. То есть у нас идеология государства одна. А образов других не нашлось. А зачем? Зачем так было сделано? Я не думаю, что люди осознанно это делали. Так сложилось. Когда большевики пришли в власть, и первое, что они убрали, это воскресенье. Они сделали пятидневку, чтобы убрать вообще тему христианства. И Новый год заменили Рождество. Наоборот, Рождество заменили Новым годом. Они просто календарь поменяли. Но дело-то не в этом. Дело в другом, что они пытались, но все равно ничего не получилось. И воскресенье осталось воскресеньем. Другого названия не нашлось у них. Как назвать воскресенье, чтобы оно перестало быть воскресеньем? И поэтому получается, что как бы мы не хотели, мы все корневые вещи, у нас цивилизационный код есть. Можно, конечно, прыгать, придумывать, а можно все-таки, может, на основы плотно встать. И тогда получится? Нет, тогда получится, когда ничего не менять не надо. Мы должны сейчас воспитать наставников, которые будут воспитывать учителей. Преподавателей, тренировок. То есть наставники должны быть выше, которые ставят тех людей, которые потом несут функцию. Систему образования, систему воспитания. Кто должен быть тогда в детских садах? Воспитатели. Правильное название. Воспитатели. А где у нас институт воспитателей? Учителя есть. А где у нас воспитателей готовят? В педагогическом. Педагогов. Да, педагогика стоит на воспитании. Оно никак не выделено. Если мы только разделим воспитание и образование, то есть корневую традицию и сценическое искусство, или профориентацию, у нас все свои места встанет. Вот такие вот светлые головы, как Владимир Петрович, разделят у нас это в науке. А потом изнасилуют общественные институты, чтобы перекроились на такие вещи, на фундаментальные вещи. Тогда может стабильность какая-то появится. Продолжение следует...